здорово ребята сегодня наконец-то наконец-то я буду снимать и пытаться одновременно с этим рассказать то что я так долго откладывал ребята это тренировка ног для меня это самая самая сложная часть моего тренировочного сплита ведь количество боли которая приходится преодолевать в течение всего этого занятия просто непередаваемое именно то как вы будете справляться с этими болевыми ощущениями то насколько далеко вы можете толкнуть себя за грань инстинкта самосохранения за грань того когда твой мозг тебе говорит вася ты сейчас сдохнешь подвязывая это дело а ведь именно от этого зависит как ваш организм прореагирует в процессе восстановления станете ли вы сильнее выносливее повысите ли вы тренировочные веса следующий раз на все это ребята влияет только один момент насколько хорошо вы выкладываетесь во время ваших тренировок тренировка не должна быть прогулкой в парке это должна быть тяжелая тяжелая блин работа и так наше сегодняшнее занятие с чего мы начинаем ребят классическая тренировка в моем исполнении которая будет по-хорошему состоять всего из трех упражнений вообще ничего сверхъестественного но качество их выполнения глубина выполнения каждого приседания каждого выпада каждого жима платформы вот это важно сегодня и я думаю мы и впредь будем снимать такие тренировочные видео где я буду делиться с вами своим опытом своими соображениями как лучше может быть тонкостями какими-то но сегодняшняя тренировка ног это классика для меня то что прибивает меня в говно ребята три упражнения приседания выпады тяжелые выпады и жим платформы который в конце я делаю по сути пустой платформой но может быть плюс 50 килограмм то есть это 150 200 килограмм жимов по сути ни о чем но состояние в котором ты доползаешь до платформы и пытаешься что-то пожать этими культябками просто потрясающе и так ребята поехали по порядку первое упражнение которое должно быть в центре любой тренировки ног это приседания мы делаем классическое количество повторений 5 и 5 подходов на мой взгляд при натуральном тренинге при адекватном отношении к своим суставам и без погони за сумасшедшими весами оптимальным весом с которым нужно работать приседаниях является вес своего тела если я вешу 75 килограмм для меня оптимальным уверенным глубоким приседом будет 75 килограмм соответственно стараемся делать с идеальной техникой стараемся всегда держать спину контролируемо и конечно всегда главное условие это жопой в пол жопой в пол всегда отдых между подходами от 90 до 120 секунд то есть до двух минут потому что в целом вся тренировка должна уложиться в 30-45 минут ну максимум это час ребят если прям очень тяжело и подкатывает давление чувствуете головокружение отдыхайте дольше я стараюсь делать рабочие приседания со своим весом в пять повторов пять повторений между каждым из которых пауза максимум 120 секунд отработали и переходим на следующее следующим упражнением у нас идут выпады выпады ребята наверное это самое ужасное что может быть потому что они длятся долго я люблю всегда ходить по залу на месте выпады как-то грустно делать на самом деле я стараюсь брать примерно 60 процентов веса от своего рабочего приседа то есть в данной ситуации сегодня мы работаем по 20 килограмм гантели в 22 шагах в одну сторону то есть выпады 22 шага в одну сторону в каждой руке по 20 килограмм и мы работаем после этого будет хотеться уверенно сдохнуть но отдых здесь будет от двух до трех минут чтобы восстановиться и то же самое обратно и все ребята всего 44 выпада в двух подходах я думаю длительность каждого из них будет зависеть от того насколько ваши ноги уже в хлам после приседаний но у меня на 22 шага уходит где-то секунд 45 75 все зависит от того опять же насколько я устал главное это поступательно мы работаем с каждым выпадом в отдельности мы не спешим каждый выпад это блин маленькая жизнь вы аккуратно опускаетесь стараетесь коснуться коленом пола как показателем того что вы достигли оптимальной глубины но ради всего святого ребята не тормозитесь коленом пол то есть если вы взяли слишком тяжелый вес ноги будут не справляться и вы будете просто падать коленом а пол а это очень хреновая идея это чревато очень плачевными последствиями поэтому если вы не можете контролируемо опуститься и немножко коснуться пола берите меньше вес лучше меньше вес чем покалечить блин себе колени и потом быть не в состоянии вообще заниматься нижней частью торса общая длительность выполнения выпадов уходит где-то минут пять-шесть важно чтобы вы долго не курили и не ждали пока вы прямо чувствуете все я восстановился я готов трудиться нифига подобного на время стараемся делать на время у меня выпады бьют сумасшедший сильно по ягодичным по большой и мало ягодичной мышцы это упражнение очень индивидуально попадают у каждого человека те у кого попадает ягодицы обычно девчонки хотят чтобы у них попадала прям по попе прям выпады прям класс но ребят из опыта могу сказать что далеко не каждая девочка чувствует попу большие малые ягодичные мышцы при выпадах иногда приходится делать упражнения достаточно изощренные с изоляцией на ягодицы но сегодняшняя тренировка не об этом приседания это передняя поверхность бедра задняя поверхность бедра ягодицы это спина это супер базовые упражнения то же самое можно сказать и о выпадах но здесь я прям вот ну очень чувствую жопу и поверхность переднюю то есть квадрицепс бедра дальше у нас на очереди жим платформы а мама дорогая господи к этому моменту мне уже очень очень хорошо ребята жим платформы для меня добивочное упражнение можно при составлении тренировки ног его ставить в начале как предутомление можно использовать разгибание сгибания ног но все это будет у нас еще в будущем я буду показывать массу разных тренировок с массой разных компоновок как делать что делать но вот это повторяю сегодня эта тренировка это как база да то есть основа основ без предутомлений без чего-то сверхъестественного просто классические упражнения так вот жим платформы в зависимости от того состояния в котором я доживаю и доползаю чистая платформа у нас в зале весит 150 килограмм она охренительно тяжелая сама по себе ее можно разъединить и сделать пополам по 75 с девчонками с некоторыми мы работаем в таком режиме они естественно не могут выжать 150 75 я еще помогаю я стараюсь сделать один ребята один титанический лично для меня последний подход так сказать хорошо бабахнуть дверью перед выходом я делаю 30 жимов ногами я залажу в платформу и сверху навешано еще 50 то есть по одному блину делаю 10 повторений глубоких уверенных 10 повторений затем мы сбрасываем один блинчик один у нас остается 75 175 10 повторений все без отдыха то есть вскочил быстро снял эту и так уже в принципе можно считать за отдых и в конце чистая платформа чистые 150 10 раз это база но если получается сделать что-то еще прекрасно очень хорошо 10 12 15 сколько в тебе есть естественно я рассказываю о своих тренировочных нагрузках с поправкой на свои физиологические моменты с коленями со спиной это сейчас вас не должно волновать то есть вы адаптируете вашу тренировку ног естественно под вас мои веса у кого-то они будут в два раза выше у кого-то они будут ниже сейчас не об этом речь и в конце когда ты уже пожал платформу все отлично ребята если тяжело всегда ставьте фиксатор который если ноги откажут чтобы вы могли как-то подстраховаться чтобы она на хрен не раздавила и шоколадный мусс не полез повсюду по залу так вот если есть возможность это было бы еще лучше если бы вы могли заниматься с партнером если бы человек мог какой-то страховать момент когда вы не можете дожать он тебе прям помогает и ты на максимум выкладываешься у меня к сожалению нет такой роскоши мне не с ком заниматься поэтому сам 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 дожали платформу финал вот это моя любимая часть и это ребята как раз тот момент о котором я говорил в самом начале этого видео сейчас внимательно после вжимов платформе вы встаете вы не отдыхаете и мы сразу сразу ребята делаем следующие вещи присед глубокий и ускорение самого низа мы выпрыгиваем стараемся на максимум выложиться в ускорениях и выпрыгиваниях 10 раз затем приседания в три четверти то есть жопой в пол и вы встаете не полностью все это делается для того чтобы все остатки гликогена остатки ваших сил прям просто анигилировать уничтожить вот здесь очень важно ваша выкладка чтобы вы прям выложились ну на сто пятьдесят процентов приседания будут дожигать и в конце мы держим статику повторяем ребята прыжки приседания и потом статика статика держимся руками за столб если есть партнер партнер помогает нам приседать помогает прыгать и потом в конце держит нас за руки он может перенимать большую или меньшую часть нагрузки но главное это вы главное это как вы настроите себя чтобы держать эту статику ноги начинают дрожать все дрожит твой внутренний голос тебе кричит вася мы сейчас сдохнем все конец все вафельный стаканчик но ты держишь 5 секунд 10 минимум 15 секунд нужно держать прям чтобы лезла из всех мест и потом с желанием расплакаться и от боли и от всего что на пол все отдых вот это наша тренировка ног вот это хорошо выполненная тренировка ног теперь мы с вами через несколько часов покушаем восстановимся во сне в целом для натурального атлета процесс восстановления после тренировки ног это от 4 до 10 дней у меня дней 7 наверное этот процесс занимает ребята я надеюсь вам тренировка такая понравится как всегда ставьте пальцы вверх вот здесь вылетела кнопка подписывайтесь на канал смотрите предыдущее видео огромной вам удачи и до следующего выпуска пока